Замиду Чалаеву дали Герой России. Да, кстати, получили сегодня такую новость. Замид Чалаев это командир полка специального назначения имени Ахмада Кадырова. Конечно, вот так называется он. Круто, так Герой России едет в другую страну, чтобы там травить предателя своей родины. Как думаешь, Гитлер знал о том, что мусульмане Кавказа вели вековые войны за свободу. У него была стратегия ведения переговоров с нашими республиками. У него изначально была какая-то тактика, и он не придерживался. Я думаю, там изучали все эти моменты, и поэтому они пытались наверняка использовать эту напряженность в наших отношениях. Конечно, там тоже люди неглупые сидели. Мы, несмотря на то, что это были абсолютно преступные режимы, и нацистская Германия, и Советский Союз, но люди там сидели неглупые, они, конечно, все изучали, анализировали. Возьмите того же Сталина, который, вы думаете, просто так он заложил эти все мины замедленного действия, эти тлеющие очаги на Кавказе, вот эти земельные какие-то конфликты, споры, разделение народов на какие-то республики, разделение одного большого народа, черкесского, разделили его на несколько республик, соединив его какими-то другими. Для чего это все делалось, вы думаете? Это, конечно, с нашей точки зрения понятно, это абсолютно преступная деятельность, но если мы переселим себя сейчас в их шкуры, то мы и будем размышлять так, как они, будь сами империалистами, то они ведь действовали очень умно, и результаты того, что тогда они делали, мы видим сегодня. До сих пор мы не можем избавиться от этих очагов напряженностей. Так что, да, конечно, они были преступниками отвратительными, но людьми глупыми не были. Так, по-моему, мне можно уже разговляться. Сегодня это будем делать в прямом эфире. Итак, за МИДу Чалаеву дали Героя России. Да, кстати, получили сегодня такую новость. ЗАМИД Чалаев – это командир полка специального назначения имени Ахмата Кадырова. Кажется, вот так называется он. Полк ППС, да. Полк патрульно-постовой службы специального назначения имени Ахмата Кадырова. Это тот самый полк, на территории которого были казнены 27 человек. Новая газета об этом писала. Январь 2017 года состоялась эта казнь. И это тот самый полк, который провел операцию по уничтожению Битукаева и нескольких человек вместе с ним. И, разумеется, именно за это за МИДу Чалаеву и дали Героя России. Это чтобы вы сейчас снова вернулись обратно к тому нашему эфиру, когда, помните, мы комментировали уничтожение, убийство Битукаева и его группы. Тогда я говорил, что это поистине очень серьезная дата, это значимое событие. И это можно сказать, что вот та эпоха, которая началась в начале 90-х, та война, вот здесь на ней поставили точку. Это не значит, что мы сопротивление закончили, что все. Но значит, что вот некий вот этот период какой-то, как вот наше противостояние, оно ведь идет 400 лет. Но есть разные какие-то периоды, которые именуются как-то в исторических этих эпохах. Они по-разному именуются, как Кавказская война, допустим. Кавказская война именует именно отрезок 19 века. Вот так же и здесь вот эта вот некая эпоха, скажем так, вот этот отрезок истории. Вот там на нем была поставлена точка. И не просто так Путин непосредственно звонил, поздравлял с этим событием, что вот, мол, там. Ну, просто так, за уничтожение каких-нибудь там преступников, Путин звонить не будет. Путин тоже понимал, что произошло в этот день. Несмотря на все вот эти моменты того уже, что они там 15 раз нам присягнули кому-то другому, несмотря на все это, это были как бы люди оттуда, из нашего прошлого, из нашего начала. Поэтому это было важно и для Кремля, и для Кадырова, и для всех. И вот сегодня Замиду Чалаеву дали награду за эту операцию. Это еще раз подтверждает то, сказанное нами, что для России это было очень важно. Они придают очень серьезную значимость этому событию. Ну, и самое главное, опять-таки подтверждается, что для того, чтобы стать героем России, нужно предать свой народ и убивать свой народ. Без этого ты героем России не станешь. Если ты просто какое-нибудь открытие сделаешь в научной сфере, в астрофизике какой-нибудь, еще где-нибудь, ты героем России не станешь, тебе за умственные какие-то твои способности героя России не дадут. Героя России, чтобы получить для россиянина, стандартного, так скажем, базового россиянина, не кавказца, а базового россиянина, человека русского, например, или представителя других народов, но принято, тех, которых принято считать коренными российскими народами, для этих людей реально какой-то подвиг надо совершить, и они за это станут героями России. Наверняка. Но для чеченца, представителя дагестанских народов, ингуша, кабардинца, балкарца, нет. Здесь нам нужно предать свой народ и убивать свой народ, чтобы стать героем России. Вот, заметь, Чалаев, это очередное такое подтверждение этим словам. Петрову и Баширову за отравление и диверсию в Европе дали героя России. Но, опять-таки, это базовые россиянине, в сегодняшней России, при ее политическом режиме нынешнем, то, что они сделали, это как бы да, круто. Это заслуживает того, чтобы наградить званием Героя России. Чтобы это звание давалось за другие подвиги, за какие-то научные прорывы, или в случае реальной войны, если там люди на войне как-то проявляют какую-то доблесть, и чтобы в таком случае давали. Для этого нужно поменять вообще устройство самой страны, ее политический режим, ценности этой страны. Пока там сидят вот эти люди в Кремле, преступники, у них, конечно, будет считаться геройством отравить человека за пределами или внутри, неважно. Наверняка, если бы удалось отравить Навального, эта шайка тоже получила бы героя в России. К сожалению, да, россиянам нужно менять свою страну. Только так можно исправить то, что вы сейчас имеете. Вообще, смешно, конечно, даже подумать о том, что эти два чувака, которые травили Скрипаля, на момент, когда они приехали травить Скрипаля, они уже были героями России. Ну, как минимум, один из них точно был. Круто, да, герой России едет в другую страну, чтобы там травить шпиону, предателя своей Родины. Это, конечно, круто. Субтитры подогнал «Симон» 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 Продолжение следует...